Ведение Ветхий Завет Мы начинаем девятую лекцию по теме Ведения Ветхий Завет. В ходе нашей последней лекции мы изучили первую из исторических книг, книгу Иисус Навин. Иисус Навин и книга «Судьи» в основном повествуют о завоевании Ханана. Эти книги не только о покорении земли, но и о самой земле, обещанной Аврааму, предку Израиля. Почему Бог хотел отдать Хананскую землю израильтянам? Причина в том, что Он желает народу стать святым царством священников, через которое благословятся все народы. Что это значит? Бог не просто дает землю для их счастья. Это лишь часть Его плана спасения. Пожалуйста, вспомните, чему я учил и что толковал в наших лекциях Ведения Ветхий Завет. Чтобы завершить свою цель творения, Бог, несмотря на падение человека в книге «Бытие» 3 главе 15 стихе, установил план спасения и возвел его в обетование. Ветхий Завет описывает Божью работу спасения перед пришествием Христа и учит тому, для чего Он должен прийти. Теперь мы изучим проблематику Хананской земли с точки зрения Божьего спасения. Господь исполняет спасение через Свои обещания. Оно осуществляется не из-за верности и послушания человека, но благодаря Божьему обетованию и соблюдению Завета. В книге «Иисус Навин» Бог дает людям обетованную Хананскую землю. Для того, чтобы благословить всех людей каждого народа, Бог держит Своё обещание, данное Аврааму, и позволяет получить эту землю. Для исполнения обетования израильтяне должны верить в Господа и повиноваться Его Слову. Поскольку в книге «Иисус Навин» еврею уверовали в Божье Слово и по большей части повиновались, они получили много земли. Однако, когда Иисус Навин был близок к смерти, все еще оставались незавоеванные места. Книга Судей говорит о проблеме оставшейся непокоренной земли. Иисус Навин советует израильтянам, как овладеть оставшейся частью Ханаана. Единственный верный путь – это верить в Господа. сражаться в соответствии с Божьим предпочтениям и подчиняться Его Слову. В первой главе «Книги Судей» евреи игнорируют эти советы. С первой главы первого стиха по третью главу шестой стих народ, вместо того, чтобы довериться Всевышнему, заключает союз с Хананеями, вступает с ними в браки и отодвигает Бога в сторону. Даже после того, как израильтяне отошли от Бога и заключили союз с чужестранцами, Всевышний не оставил их. Он послал им страдания и наказания. Народ Израиля доверился чужеземцам, брал в жены их женщин и служил их богам. Но, несмотря на все это, Хананеи преследовали и попирали евреев. Израильтяне, находясь в трудной ситуации, взывали к Господу. Милосердный Бог, чтобы спасти людей, поднимает судей. После спасения евреи снова возвращаются к чужим богам и народам. Господь раз за разом избавляет их. Но израильтяне продолжают повторять свои ошибки. Главное послание книги судей дать подробную информацию об этом. Таким образом, время после смерти Иисуса Навина до начала правления царей называется «Периодом судей». Во время судей Всевышний не позволяет своему народу овладеть оставшейся землей. Период судей включает в себя историю падения израильтян. Также в этот промежуток времени Бог изливает на потерпевших крах евреев свою милость и благодать. Главное послание книги судей начинается с Гафаниила и представляет шесть основных судей. через Гафаниила мы видим обычное положение дел того времени. потомки Израиля делающие зло перед Господом были наказаны Богом и жили в нужде. с Гафаниилу когда они начали взывать к Всевышнему он дал избавителя Гафаниила спасшего их. Следующий судья Аот он был необычным человеком Бог использовал мавитян чтобы мучить Израиль который отказался от него и служил чужим богам. Когда люди вас звали Господь для спасения израильтян использовал левшу Аода. Большинство людей правши. Мы видим особую Божью суверенную работу спасения в том что он использует человека левшу для освобождения Израиля. Превосходная работа спасения очевидна и в истории Самигара которая записана в 3 главе 31 стихе. Самигар не был известным человеком и даже не знал как пользоваться мечом. Он пас валов и убил 600 филистимлян валовьем рожном. Он также был избавителем избранным Господом. Все это происходит в то время когда в 4 главе появляется судья Девора. Израильтяне по своему обыкновению творят зло перед лицом Господа. Он предает их в руки царя Иовина. который вторгается в земли израильтян. Израильтяне по обыкновению снова взывают к Всевышнему. В это время Бог хочет спасти Израиль через Девору. Она является пророчицей и судьей поднятой Господом. Девора приказывает Вараку вступить в войну и спасти Израиль. Варак не мог похвастать особой храбростью и верностью Господу. Он просит пророчицу пойти с ним и присутствовать при битве. Но из-за этого он не убивает хананского военачальника Сесару. Сесара погибает от руки иноземки Иаиль. Для спасения Израиля Бог нередко использует женщин. В конечном счете спасение Израиля зависит от Господа. Следующий судья Гедеон. во времена Гедеона люди оставляют Бога и служат чужим божествам. На этот раз для поражения евреев Всевышний использует Мадионитян. И снова израильтяне взывают к Богу. Господь не сразу дает избавителя, но посылает пророка, который объясняет причину наказания. Кроме того, когда Гедеон молотит пшеницу в районе Офры, ему является ангел Господа. Всевышний призывает Гедеона, так как хочет через него спасти израильтян. Однако тот повинуется не сразу. Гедеон начинает задавать вопросы. Он спрашивает ангела о том, почему они находятся в таком бедственном положении, если с ними Бог. Также Гедеон просит явить знамение, что именно его призывает Господь. сжигая огнем жертву, возложенную на скалу, Всевышний показывает ему, что именно он тот, кто нужен Господу. сжигая огнем. Далее Бог дает Гедеону указания. Гедеон разрушает алтарь Ваала в Вофре, алтарь, которому поклоняется его Отец. Он получает имя Иерваал, что означает противоборец Ваалу. Святой Дух Божий сходит на Гедеона. Он собирает колено Израиля и просит их пойти с ним на сражение. Как дипломат Гедеон набирает 32 тысячи воинов. Однако его армия идет в наступление не сразу. Гедеон вновь испытывает Бога. Он растилает шерсть и просит оросить ее. Но при этом оставить землю вокруг нее сухой. Господь исполняет его просьбу. Но и этого Гедеону кажется мало. Он просит оставить шерсть сухой и оросить землю вокруг. И снова Всевышний дает знамение. Это уже третий раз, когда Гедеон испытывает Всевышнего. он приводит свою армию из 32 тысяч человек на вражескую территорию и готовится к сражению с к сражению. Книга судей 7 глава 2 стих показывает нам причину. Причина в том, что люди могут начать хвалиться тем, что избавление это их заслуга. Господь выбирает 300 человек, которые пьют воду из ладоней. Таким образом, жажду утоляет лишь 300 воинов. Это совсем небольшое количество. Если бы израильтяне выиграли с таким числом, то поверили бы, что победу им дал Бог и осознали бы того, кто вел их к победе. 300 воинов готовы к бою, но Гидеон медлит. Он боялся, потому что не верил, что сможет победить с таким количеством мужчин. Бог тайно провел сомневающегося Гидеона во вражеский лагерь, чтобы тот услышал рассказы врагов о своих снах. снах. Мадеонитяне в страхе рассказывали, что в их снах Гидеон вторгся и убил всех. Гидеон, воодушевленный Всевышним, ведет ведет 300 воинов, чтобы поразить врага на их территории. Однако вместо того, чтобы сражаться, они лишь дуют в трубы, бьют кувшины и кричат. Слыша трубный звук и звук бьющихся кувшинов, вражеские солдаты в замешательстве начинают колоть друг друга мечами. Гидеон преследует и поражает убегающих мадианитян за реку Иордан. Если мы посмотрим на послание 8 главы 4 стиха, то узнаем, что Гидеон преследует остальных царей. Он гонится за Зевеем и Салманом. Гидеон и армия измотаны, голодны, но продолжают преследование. Проходя через Пенуэл, он просит людей о помощи, пенуэл, те ему отказывают. Люди Сакхофа также отворачиваются от него. В конце концов, после того, как Гидеон ловит Зевея и Салмана, он мстит народу Сакхофа и Пенуэла. Перед тем, как убить Зевея и Салмана, он объяснил, почему должен сделать так. Книга Судей, 8 глава, 19 стих говорит нам, что они убили братьев Гидеона. Война Гидеона, проходившая за рекой Иордан, не была Божьей войной, а просто местью. Видя его принципиальную месть, израильтяне начали утверждать, что спасение пришло от Гидеона. В 8 главе 22 стихе люди просят его быть царем над ними и благодарят за свое спасение. Однако Израиль спас Бог. Люди ошибались, думая, что сами спасли себя. Божья забота стала реальностью. Гидеон сказал, что их царь не он, но Господь и отверг просьбу народа. Он имел много жен и более семидесяти сыновей. Гидеон стал человеком, используемым Богом для спасения Израиля. Но он возвысил себя, полагая, что избавление Израиля являлась его заслугой. В этом мы видим трагедию Израиля. Сын Гидеона Авимилех убивает израильтян. После убийства братьев разгорается война. если люди забывают о Божьем спасении и считают себя царями, то случается трагедия. Подведем итог. Послание состоит в том, что Бог являет свою милость, благодать и спасает Израиль, несмотря на его злые дела. В 10-й главе 6-м стихе мы узнаем о судье Иефае. Ввиду того, что израильтяне отвернулись от Господа, Он послал амманитян и те напали на народ Израиля. Израильтяне взывают к Богу и даже извиняются перед Ним заслужение идолам. Еще до того, как Бог поднимает Избавителя, они сами его избирают. Евреи ставят Иефая, некогда имя же изгнанного. Иеффай сын наложницы. Он был изгнан из своего родного города и впоследствии стал главой шайки грабителей. Израильтяне обратились к нему и просили его стать их военачальником в сражении против амманитян. Старейшины Галаада приходят к Иефаю и просят его стать их лидером. Он соглашается и идет на войну. Несмотря на то, что Иефая избирают израильтяне, на него сходит Святой Дух. Святой Дух не приходит без цели. Он является, чтобы использовать человека как избавителя, который спасает Израиль. И Ефай дает Всевышнему обед. Он клянется, что если Бог даст ему победу, то он принесет жертву любого, кого встретит. Этот обед является неуместным. вне зависимости от этого Всевышний дает ему победу. Тем человеком, которого он встречает после войны, становится его единственная дочь. дочь. И Ефай ошеломлен. Но в соответствии с обедом приносит свою дочь во всесожжение. Люди Ефрема идут навстречу военачальнику. Если мы посмотрим на 12-ю главу, то узнаем, что Ифай не зовет Ефремлян на войну. Оскорбленные таким отношением они спрашивают о причине его поступка. Но правда в том, что Ефай прежде чем идти на сражение просит их о помощи. Он убил всех лгавших и жалующихся жителей Ефрема. В связи с тем, что Ифай имел менталитет жертвы, погибло много людей. Но через него Бог также спас немало израильтян. Последним судьей, которого мы видим, является Самсон. Во время рождения Самсона народ Израиля совершает зло и живет без Бога. Господь использует филистимлян для наказания израильтян. В тринадцатой главе книги судей мы видим нечто необычное. Израильтяне, преследуемые филистимлянами, не взывают к Богу. Но тем не менее Всевышний поднимает того, кто их спасает. Господь дает Маною и его жене ребенка Назарея. Тринадцатая глава, пятый стих. Посвященного Богу Самсона в качестве Назарея Всевышний использует для спасения израильтян. Бог приготовился освободить Израиль еще до рождения Самсона. Самсона. тринадцатой главе двадцать пятом стихе мы узнаем, что Святой Дух находится в Самсоне во время его возмужания. Самсон Назарей любил чужестранок больше, чем женщин своего народа. Он влюбился в Фимнафу, филистимлянку, и женился на ней. Благодаря этому браку Самсон убил много филистимлян. Из-за своей любви к женщине Самсон идет своим путем. Но через это Бог избавляет Израиль. После женитьбы на Фимнафе он живет с блудницей в Газе. Кроме того, он полюбил Далилу. Однако Далила слишком зависела от материальных благ. Филистимляне попросили ее выяснить секрет силы Самсона и пообещали дать ей богатство. Самсон был человеком используемым Богом и помазанным на заре. Но он выбрал человеческое и любил филистимлянку. В конце концов он рассказал ей свой секрет. его сила была заключена в волосах, которые он никогда не стриг. Далила стрижет голову Самсона и он теряет свою силу. Филистимляне выкалывают его глаза. Являются ли волосы секретом его силы? Секрет силы Самсона кроется в его Божьем посвящении как спасителя евреев. Господь оставил Самсона. Во грехе он растерял все свои отличительные признаки. Если мы, живя в этом мире в качестве Божьего народа, и веря в Иисуса, не будем хранить свою веру, то незамедлительно потеряем силу. на этом история Самсона не заканчивается. Он молится Богу. Самсон просит дать ему силу в последний раз для того, чтобы наказать филистимлян. господь господь слышит молитву Самсона. Он укрепляет его и тот обрушивает храм битком набитый врагами. Самсон убивает больше филистимлян, чем когда-либо. может показаться, что он живет по своим желаниям. Но Бог использует его для избавления Израиля. Главы с 17 по 21 являются завершающими. Во-первых, 17 и 18 главы показывают нам как служат Всевышнему отдельные личности и определенные колена. В 17 главе мы видим повторяющиеся стихи, подобные этому. 17 глава, 6 стих. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Израиль должен был служить Богу согласно его воле. Но они служат ему так, как хотят. Человек по имени Миха, живущий на Ефремовой горе, делает истукана, отливает кумира и служит Всевышнему в перемешку с чужими божествами. Люди из племени Дана приходят, забирают истукана элитого кумира Михи и служат Господу во грехе. Они терпят неудачу. 18 глава, 31 стих. В главах с 19 по 21 мы узнаем о том, что происходит с левитом, человеком, который служит Богу и берет себе наложницу. Когда наложницу левита убивают в Гиве, принадлежащий Вениамину, он все рассказывает народу Израиля. В конце концов, Израиль идет войной на колено Вениаминова. Вениаминова. После двух войн племена Израиля проигрывают колену Вениамина. Вениаминова в Третьей войне они его побеждают. Вениаминова кроме 600 человек из племени Вениамина умирают. Умирают и колено находится на грани исчезновения. Книга Судей 21 глава 25 стих Здесь написано В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Каким временем был период Судей? В этот отрезок времени люди служили Господу по-своему. Они захватывали землю, данную Богом, так, как хотелось им. Что стало с людьми, которые жили по-своему? Они потеряли свои отношения с Господом и не овладели оставшейся землей. Несмотря на неудачу израильтян, милость Бога осталась неизменной. Всевышний явил свою благодать в таком греховном месте. Также Он спас и защитил евреев. Спасение Израиля и всех людей мира находятся во власти Господа. В следующей лекции мы изучим его неизменную. лекции неизменной. Лекции неизменной. Неизменной. Продолжение следует...